Падение цен на нефть, также ограничение потоков капитала, санкции стали для нас серьезным вызовом. Это не могло не оказать влияния и на финансо-экономическую сферу. Вставание с колен закончилось. Россия с протянутой рукой пошла просить в долг у загнивающего Запада. Министерство финансов РФ направило 25 иностранным банкам заявки на организацию размещения государственных облигаций в 2016 году. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, которое было опубликовано в пятницу 5 февраля. В список вошли в основном крупнейшие банки США, Европы и Китая – Barclays, BNP, Paribas, Bank of America, Marine Lynch, Bank of China, Wells Fargo, Goldman Sachs, J.P. Morgan и многие-многие другие. Помимо этого в списке фигурируют и три российских банка – ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Это не издевательство, а пыль в глаза обычным гражданам. Мол, наши банки тоже такие стабильные, что могут часть Родины купить и поддержать летящий в пропасть бюджет. Правда, стоит заметить, что вышеназванными учреждениями руководят кошельки Путина – Костин, Акимов и Грев. А если гарант стабилен, то и банки нерушимо крепко стоят на ногах. Интересная деталь. Газпромбанком руководит Андрей Акимов. В интервью Reuters он рассказал, как его финструктура оплачивала проекты фонда «Инопрактика», которым руководит дочь Путина Екатерина Тихонова. Но вернемся к теме размещения гособлигаций. В последний раз Россия проворачивала такую операцию в сентябре 2013-го. Тогда российским банкам еще не перекрыли доступ к рынкам капитала на Западе. Но не стоит забывать, что формально санкции не распространяются на государственное заимствование. Поэтому просить милостыню де юре российские власти вправе. И де-факто не стесняются это делать. Хотя выглядит это очень забавно. Ведь не так давно глава счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявляла, что выступает против увеличения размеров государственного долга России. Финансовый аналитик Слава Рабинович на этот счет высказался очень красноречиво на своей странице в Facebook. Эти казнокрады, растащив триллионы долларов российских налогоплательщиков за последние 16 лет, забыли о том, что из-за аннексии Крыма, нападения на Украину, последовавших за это санкций, агрессии в Сирии и Турции, риторики радиоактивного пепла, уличения лично Путина в убийстве в центре Лондона и в коррупции, Россия стала полностью токсичной для международного инвестиционного капитала. Идите, побирайтесь у Ротенберга, Ковальчука и Тимченко и не забудьте тряхнуть Якунина хорошенько. От вас даже китайцы бегут, как от чумы. Далее блогер иронично приводит техническое задание для специалистов финансовой сферы. Итак, разместить суверенные облигации Российской Федерации на международных рынках капитала. Вводные данные. Первое. РФ находится под секторальными и персональными санкциями за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Второе. Президент РФ лжет об этом прямо в глаза главам государств. Третье. Президент РФ обвинен властями Великобритании и США в убийстве при помощи радиоактивных материалов, в коррупции и в убийствах женщин и детей в Сирии. Четвертое. РФ имеет военные расходы в качестве основной статьи бюджета и официально объявляет об адекватном ответе на увеличение военного присутствия НАТО в Европе. Пятое. РФ не выполнила минских соглашений и контроль над Украино-российской границей не перешел к украинским властям. Шестое. РФ продолжает де-факто оккупировать Донбасс. Седьмое. РФ продолжает де-факто и де-юре оккупировать Крым. Восьмое. РФ получит от Украины иски на сотни миллиардов долларов, если не на триллион. Девятое. Второй доклад по Боингу укажет на всю цепочку командования, вплоть до верховного главнокомандующего. Десятое. РФ получит иски по Боингу в несколько десятков миллиардов долларов. Одиннадцатое. РФ должна более 50 миллиардов долларов по искам от акционеров ЮКОСа. Двенадцатое. РФ продолжает вести незаконную войну в Сирии, спасая режим осада, тратя на это десятки миллионов долларов в сутки. Тринадцатое. За последние несколько лет РФ списала сотни миллиардов долларов долгов других государств по официально непонятным причинам. Четырнадцатое. Любой аналитик на Уолл-Стрит может точно сказать, когда у РФ закончатся деньги. Пятнадцатое. РФ официально отказалась от примата международного права, преимущественной силы международно-правовых норм и обязательств государств над внутренними установлениями. Шестнадцатое. Российская банковская система является живым трупом. Семнадцатое. Бюджет РФ на 2016 год сверстан исходя из 50 долларов за баррель. Оперативно был скорректирован бюджет 2015 года, исходя из более реалистичной оценки среднегодовой стоимости нефти. То есть 50 долларов за баррель сорта Юрлс. Восемнадцатое. Бюджет РФ не балансируется при цене на нефть ниже 90 долларов за баррель. Девятнадцатое. Фонд национального благосостояния и золотовалютные резервы тают на глаза. Двадцатое. Внешэкономбанк банкрот. Двадцать первое. Бегство капитала составляет сотни миллиардов долларов в год. Двадцать второе. РФ официально говорит, что санкции полезны для российской экономики. Двадцать третье. ЕС официально говорит, что санкции не будут сняты, пока РФ не возвратит Крым Украине. Двадцать четвертое. РФ допускает возможность военного противостояния с НАТО. Перечисленные вводные данные не являются исчерпывающими. А теперь предложения и презентации просим направлять в Министерство финансов Российской Федерации. Сейчас положение такое, что надо, так сказать, держаться за что-то или за кого-то. Вот мы за Путина держимся, значит, и будем держаться. Продолжение следует...